друзья все привет с вами Антон Воронков на канале MyGT.ru сегодня мы разберем на мой взгляд очень интересную тему я давно хотел об этом поговорить отличаются ли продукты одного и того же бренда одной и той же линейки сделаны в разных странах например отличается ли Mobil 1 5W 30 который сделан в Европе от того который сделан в США в Китае в Камбодже в Сингапуре в Малайзии во Вьетнаме так далее потому что эта тема очень актуальная у нас на складе вот я видео буквально выкладывал наверное вчера или сегодня даже не помню у нас на складе я обнаружил четыре разных страны производителя по шеллу по шеллу есть у нас продукты сделанные в россии еще в торжке остались остатки есть продукты которые сделаны в турции из продукт который сделан в германии есть продукты которые сделаны в омане люди путаются они видят разные известные им и знакомые бренды линейки но сделаны в разных странах и поэтому очень много вопросов по этому поводу что лучше какой бренд например Mobil который сделан там в Европе и Mobil который сделан в Китае в Японии и так далее меня сподвигло на эту эту тему еще два разговора моих которые у меня были в эту неделю в понедельник я беседовал со своим знакомым теперь уже который живет в Турции я когда в Турции последний раз был мы с ним пересеклись и познакомились он занимается экспортом в россии но не только в россию он там разные страны тоже экспортирует продукцию и он хорошо знает сотрудников и рабочих и руководства ExxonMobil который в Турции находится завод ExxonMobil в Турции их два завода с одним он хорошо общается и вхож туда вообще в этой теме хорошо разбирается человек там огромное спасибо ему за все что он мне рассказывал вот а второй вторая беседа у меня была со своим другом с которым я давно уже не общался вот мы с ним переписывались как раз вчера наверное часа два наверное три по WhatsApp переписывались он живет в Токио он работает тоже в этой сфере а занимается экспортом не только в россии тоже и в азиатских странах другие продукции в том числе ExxonMobil и разные бренды японские поставляет и он тоже работает плотно с заводами он бывал бывает на завода бывал на всех заводах EMG полностью бывал на всех заводах там и Денису короче на Чугайе бывал там Асана Кассея который он выритегивает там бывал тоже всех знаю такой протертый чувак Александр огромный привет тебе Саш большой вот мы с ним беседовали по этому поводу давайте вернемся к нашим баранам известные бренды бренды супер-мейджеров кто такие супер-мейджеры супер-мейджеры почему-то никто не любит слово типа супер-мейджеры супер-мейджеры это нормальное слово но есть термин такой который определяет участников рынка нефтепереработки которые оказываются огромное влияние на все рынки полностью самые влиятельные структуры это раньше до семерки типа была там получается это BP, Bridge Petroleum, ExxonMobil, Royal LightShield, TotalEnergies, Eni, ConocoPhillips и Chevron это такие семь такие самые крупные на самом деле конечно больше гораздо Синопек там арабы там сейчас их больше чем семь ну вот поэтому это вот супер-мейджеры продукты которые выпускают супер-мейджеры они встречаются везде в самой какой-то деревне в Камбодже где вот я был в Камбодже зашел в какую-то короче деревню короче зашел и там какой-то киоск и в киоске там Шикострол продается двухтактный и Мобил вот это прям вообще в какой-то прям реальной деревне там чуть ли не лягушек продают рядом там вот тут рядом ExxonMobil и Shell продается и Кастрол вернее вот Shell видел в Китае в Дануухае в каком-то в общем в деревне конкретно тоже Shell там они продают в общем везде встречаются бренды супер-мейджеров соответственно они делаются в разных странах в каком контексте нужно рассматривать наш основной вопрос отличаются ли продукты одни и те же одной линейки одного бренда сделаны в разных странах в первую очередь это базы базовые масла давайте давайте отталкиваться от компонентов из чего масла производят потому что это самое важное базовые масла ExxonMobil это давайте рассматриваем все на примере ExxonMobil потому что мне будет так проще объяснить ExxonMobil как и другие супер-мейджеры большие это не только энергетика это не только нефтепереработка добыча и так далее добыча кому как нравится это еще и логистика это очень хорошая логистика потому что у всех этих крупнейших мега корпораций налажена очень хорошая логистика по всему миру абсолютно если представить там логистику ExxonMobil а свою логистику собственную не аффилированную структуру именно ExxonMobil это сетка будет вокруг мира такая прям очень нарисованная плотно то что они везде все возят между собой там у них свои танкеры и так далее вот поэтому ExxonMobil это логисты которую делают по логистике по перевозкам еще многих крупных структур например те же самые Fesco да может быть даже ExxonMobil они больше возят чем Fesco то же самое короче говоря у них везде они могут перевезти быстро из одной точки мира в другую все что угодно и сделать это достаточно недорого потому что делают это своими средствами собственными вот это очень важный момент хотел об этом сразу с этого начать базы базы ExxonMobil перемещает свои очень часто по миру например есть в Японии сейчас это уже бывший давайте просто не будем зацикливаться на этом есть завод бывший ExxonMobil он называется сейчас EMG раньше это был завод ExxonMobil находится в Акайме перефектуре большой завод они построили его совместно с Toyota вот в свое время Toyota вместе с ExxonMobil совместно ExxonMobil подарил Toyota еще и бренд Castle заодно как бренд для автомаркета и они построили под эту дудочку получается завод они там делали Mobil S6 еще делали в то время весь полностью Castle и оригинальные масла в том числе и Toyota трансмиссии и прочее вот и я только недавно узнал из разговора с Александром я об этом раньше не знал что ExxonMobil мало того что поставлял базовые масла свои для производства в Японии и не использовал масла ExxonMobil для внутреннего рынка который производится вернее внутренними структурами Энеосом и Демицу либо Космо Абрал перевозил свои базовые масла так помимо этого они привозили еще в Японию и готовые продукты но к этому костюм с ним маленько позже вот тем не менее базовые масла они поставляли в Японии 100% Турция в Турции все еще более однозначно там ExxonMobil привозит свою базу для всех продуктов он был один полностью мало того привозит еще и все готовые продукты туда же это мы тоже с маленького позже объясню в Китае в Китае та же самая тема в Китае базовые масла ExxonMobil поставляет собственные то они не используют базовые масла ни Синопека ни чьи-либо еще они не Петро Чайна вернее извиняюсь они используют базовые масла свои вот то есть ExxonMobil одна из крупнейших структур мировых суперменеджеров базовые масла старается использовать по всему миру свои но так бывает не всегда и это тоже уже факт проверенный гарантированно 100% что ExxonMobil иногда пользуется базами своих конкурентов это бывает обычно в странах очень отдаленных где логистика тяжелая где все сложно там с перевозком и так далее вообще принципе на этом рынке базовых масел он такой гибкий подвижный и принципе там конкуренты не чураются брать друг друга масла базовые это нормальное явление абсолютно то есть ExxonMobil может взять например в США базу Chevron использовать вполне реально вообще абсолютно момент ну в Штатах это маловероятно где-то в отдалении например там в дальних странах вот тем не менее базу как правило используют для одного и того же продукта всегда одно и то же то есть база там VHV например шестерка ну к примеру да ой VHV тройки например или PAU шестерка к примеру да просто вот база она должна быть характеристикам соответствовать определенным базовой массы для определенного продукта и во всех странах это одинаковая база по своим характеристикам заявленная она может быть маленько разная чуть-чуть по составу потому что все таки производит например разные структуры да и в разных местах добывается нефть разные нефтеперерабатывающие заводы делают базу все равно есть небольшие отличия но эти отличия вот в рамках и в контексте работы ExxonMobil они всегда не существенны эти отличия они будут минимальные то есть например база нужна там VHV 3 да VHV база 3 группа она везде будет одинаковая она везде будет одним характеристикам с одним характеристиками вернее там индекс вязкости там там щелочное число одинаковое плотность и так далее все будет одно и то же просто будет разные производители этой базы иногда возможно да но часто это бывает просто ExxonMobil сам чаще процентов девяносто девять вот так что вот так вот база все примерно понятно база практически везде используется ExxonMobil для производства продуктов ExxonMobil и база используется везде одинаковая с базой разобрались я надеюсь вас не запутал но вы поняли смысл присадки с присадками все еще более просто для для ExxonMobil понятно да что ExxonMobil одна из структур в ней полностью принадлежащие ExxonMobil и System но тем не менее они связаны эта структура которая имеет отношение прямое к ExxonMobil и InfxonMobil и InfxonMobil это производители самых крутых присадок круче InfxonMobil не делает никто в присадке Лобризол однозначно на втором месте находится Лобризол тоже есть классные пакеты но тем не менее InfxonMobil конечно делает самые лучшие однозначно сто процентов вот InfxonMobil например то же самое Китай в Китае они совместно с Inopek еще в бородатые годы давно сделали HiLoop как же называлось это правильно в Шанхае находится HiLoop Editives называется компания что вместе с Inopekом они сделали которые производят ну это вот собственно InfxonMobil и есть которые в Китае производят пакеты присадок вот ну и Лобризол тоже самая ситуация Лобризол где-то там какую-то Джухай по-моему называется город они там собирались строить завод в Китае по производству присадок тоже Лобризолский ну вот в общем Лобризол пакеты присадок сами пакеты непосредственно они во всех крупных странах производятся есть представители InfxonMobil того же самого да есть представители Лобризола они производят там пакеты присадок естественно само собой разумеется с пакетом присадок все еще более жесткая они везде должны быть одинаковые идентичные вот есть например пакет присадок назовем его там Infineum там 4x по номеру он одинаков должен быть в производстве и в составляющих своих компонентах характеристиках сделанным в Америке сделанным в Европе и сделанным в Китае он одинаковый абсолютно по пакетам там все жестко там они контролируют гораздо более сильно чем базовые масла по содержанию вот пакеты так же как и базовые масла тоже в Америке перемещают по всему миру свои ну Infineum имеется в виду пакеты вот они так же логистически перемещаются очень легко и просто с пакетами еще проще потому что они гораздо меньше занимают места вот в объеме базовые масла они их нужно много да большими объемами а пакеты достаточно отправлять ну максимум еврокубами тысячелитровыми емкостями а еще чаще отправляют такие редкие пакеты бочками то что бочками удобнее просто на заводе работать ну физически на бледнинговых заводах заводов у эксамобила огромное количество и в основной массе на самом деле они бледнинговые все заводы топливных заводов больших нефтеперерабатывающих огромных полного цикла их у эксамобила много но бледнинговых заводов больше вот на мой взгляд который занимается чисто бледнингом заводы огромные эксамобиловские некоторые люди просто как бы немножко неправильно это воспринимают они не делают масла это заводы топливные они делают топливо делают различные там химические элементы кол catchy какие там всякую такую фигню связанный с химией но именно в масле в плане разрезе масляной темы. Да, они делают масел не так много в отношении всего остального своей продукции. Они делают топливо, огромное количество, просто колоссальное топливо делают. Количество масел в этом отношении делают гораздо меньше. Вот поэтому блендинговые заводы в разных странах, они выглядят примерно одинаково. Это такой, ну, относительно большой для блендингового завода завод. У эксамобила он отдельно стоящий, как правило, ничем не связан. И у него есть свои там резервуальные парки большие и так далее. Но он такой стандартный, небольшой. Они всегда примерно одинаковые. Пакеты присадок, еще раз напомню, используют, как правило, инфинюм для производства эксамобила. И везде пакеты используют одни и те же. Что касается полимерных загустителей, та же самая тема. Их надо, ну, тоже не так много, на самом деле, по отношению к базовым маслам. Также не перемещаются и тоже также поставляются одни и те же. И плюс к этому еще, что-то мы забыли с вами, база, пакеты, полимерные загустители. Все, наверное, да? Все, что нужно. Вот. Дело уже сейчас больше связано, самый последний завершающий этап. Для понимания нашего вопроса, это сам завод. Эксамобил заводы, они везде сделаны по одной и той же схеме. И блендинговые заводы, тем более, и заводы полного цикла. Там у них жесточайшее, жесточайший контроль качества на каждом этапе производства. Обязателен контроль входящего сырья, обязателен промежуточный контроль. В процессе варки обязателен контроль исходящего сырья. Зачастую даже иногда бывают двойные там контроли, где-то на какой-то стадии, например, они сырье замерили уже сваренный, да, сваренный продукт. А потом еще в канистре, забираю этого качества выборочно, для того, чтобы понять, что там не повлияла заливка там на качество продукта. Такое тоже бывает, но и так не часто. Вот. У них контроль качества отличный везде. Поэтому давайте все это в кучу соберем. Базовые масла. На любом заводе эксамобила, базовые масла, как правило, в 99 процентах используются эксамобиловские. Редко, очень редко используются базовые масла других производителей, но они такого же качества абсолютно, потому что это все проверяется на входящем контроле пакетов пересадок. Австрагируемся от лубризола, допустим, инфиниум. Инфиниум пакеты пересадок везде одинаковые абсолютно. То есть в любой стране мира, где бы это ни было, там Турция, Китай, Камбоджа и так далее, пакеты используются одни и те же, потому что это производит инфиниум. Полимерные загустители та же самая тема, что с пересадками. Не будем акцентировать внимание, вы все равно не знаете название, там вводник и так далее. В общем, это та же самая схема, тоже используются везде одинаковые. Вот, все, канистры совершенно везде разные, производится локально и никак на качество продукта не влияет, потому что канистры делаются по месту, как правило. Ну, в Европе делают сейчас, вот в частности для эксамобила это Berry Global структура, которая давно всех поглотила. Она и поглотила, вы видите на реконадписи на эксамобиловской канистре внизу, там Polymon, там Enlapack или что еще там есть, Променс, это ПС с буквами с огоньком, это все, одна структура Berry Global, вот она делает канистры. По шилу там вообще черную ногу сломит, маузер для них делает, там так далее. Канистры делаются разные, в разных местах. Масла везде одинаковые, а качество продукции, которая делается на вот заводах суперменеджеров больших, Эксамобил, Эршелл, Тотал, Бипи, А везде все контролируется многократно. Везде продукт от начала и до конца, от входящего сырья в процессе. И готовый продукт везде проверяется лабораторными анализами, везде абсолютно все четко у них там. У них есть четкие скрипты, по которым они все это делают, у них есть четкий регламент, по которым они все проверяют. И везде, я уверяю вас на тысячу процентов, что в самом самом захудалом, в каком-то стране, где-то, где заводцы и Эксамобил, у них тоже самый контроль качества, что в Европе. Конечно, да, менталитет местного населения, менталитет людей, которые занимаются контролем и так далее, лаборанты и так далее, все это влияет, само собой разумеется. На таких больших структурах, как правило, везде рекрутинг, везде четкие. Там берут людей прям нормальных, подкованных, тем более такие структуры, они платят там нормальные, обошляют деньги. Поэтому поверьте мне, то, что там левые люди с рынка туда там не пойдут, там откуда-то непонятно взятые. Там будут работать только люди, которые действительно профессионалы, там с образованием хорошим и с опытом работой. Поэтому в этом плане беспокоиться точно не стоит. Резюмируя все вышесказанное, Мобил, Эксамобил, сделанный в Турции, сделанный в Японии, сделанный в Корее, сделанный где бы то ни было, в Китае, в Индии, он будет всегда одного и того же качества и уровня. Это будет один и тот же Мобил. Полемика по этому поводу, у нас в стране там сейчас уже начинает набирать ворота, потому что разные страны производители, например, того же Мобила или там Шилла, к тому же у нас еще есть там любимые всеми там Мобил клабды, на котором любят анализы сделать и так далее. Где они берут эти продукты, у кого они берут эти продукты, откуда они вообще берут эти продукты, хрен пойми. Берут какие-то нарываются какие-то поделки, потом делают выводы, что это масло там разное, например, там Европа сделанное из Китая, разное масло, хотя где они взяли, хрен пойми. Где сделали анализы, анализы делают сейчас тоже структуры без обитой кости, вот МИДСГСМ, да, они бывают тоже ошибки иногда, но это понятно, человеческий фактор, огромное количество там анализов они делают сейчас, проб и так далее. Бывают некоторые расходятся по характеристикам, по спектру и так далее, расходятся анализы и это тоже человеческий фактор. Из этого всего делаются выводы на этих ресурсах, да, как, что вот там масло разное, на основании чего люди просто от фонаря берут эту информацию там полученную из непроверенных источников по пробам, там где они взяли, непонятно откуда они взялись эти продукты и плюс еще к тому же накладываются некоторые ошибки, которые тоже случаются в лабораториях больших и там и МИДСГСМ и ВРЦ, и СЖС, они все, все люди, везде человеческий фактор присутствует, везде есть некоторые недочеты и вопросы по результатам. Это нормальное явление не только у нас в России, поэтому просто нужно понимать ситуацию и знать, что если покупаете проверенные продукты, например, ExxonMobil, который сделан в разных странах, они будут одинаковые. Это будет одно и то же масло абсолютно, это не будет разное масло. Чушь эту забудьте про то, что масла разные эти у крупных производителей. Это касается всего Mobil, всего Shell, всего Castrol, Total, всего. Все эти продукты абсолютно, они все везде, во всех странах будут одинаковые, потому что это контроль. Турция, больная тема. Мы в Турции сейчас специально ездили, это была первая наша поездка и будет еще вторая поездка, кучу незавершенных нам дел у меня оказалось еще. В Турции делают продукты на заводах, у них два завода ExxonMobil, один на Босфоре, кажется, находится, до которой мы чуть не доехали. Делают продукты там только для турецкого рынка недорогие, как правило. То есть в основной массе продукты, которые именно там варятся, там блендинг происходит на заводе именно в Турции, это продукты CVL линейки дизельные, это продукты недорогие, серии 3000-2000, самые такие простые, которые не требуют особого внимания к себе. Они производятся там в Турции, блендятся. И то, опять же, опять же, они блендятся там из базы в основном ExxonMobil, но и бывает такое, что они используют базу Smedalist. И этого не скрывают производители, я беседовал с человеком, который мне рассказал про это, используют для недорогих продуктов, для гидравлики, используют базы несобственного производства. Хотя у них есть там на заводе вот в Турции конкретно, у них есть порт, они на Босфоре прямо находятся, у них свой порт есть, доступ, то есть, ну, танкеры подходят, танкеры к самовилу подходят, порт этот маленький вгружается там, то есть у них есть к этому даже доступ, даже не ЖД, представляете, свой порт есть. Вот, в Японии. С чего все это началось? Это я беседовал с Сашей. Я раньше всегда думал, у меня были такие, да, были такие слухи о том, что вот в Японии на заводе, когда еще ExxonMobil там полностью присутствовал, когда был завод у них в Akayami, им принадлежал вернее ExxonMobil пополам с Toyota, они там использовали базовые масла ExxonMobil, то есть ExxonMobil привозил туда базовые масла свои и там их сблендил. Вчера, ой, позавчера, когда мы беседовали с ним, вчера ли, позавчера, позавчера по-моему, только позавчера я выяснил, что ExxonMobil поставлял очень многие продукты уже в готовом виде в Японии и поставляет сейчас до сих пор, хотя делают сейчас их по лицензии там на EMG, они поставляли уже готовые продукты много лет, то есть прям готовый продукт ExxonMobil, ESP, Mobil 1, там, Advanced и так далее, это поставляло все уже в готовом виде в еврокубах, завод, соответственно, в Akayami, и в Akayami просто уже все это переупаковывалось, вот, для меня это стало на самом деле небольшим откровением, потому что я знал, что такие вещи случаются, да, что они так делают, но что это так массово было, нет, на самом деле оказалось, что это массово, то есть многие продукты ExxonMobil в Японии, которые продаются, которые там на Akayami делаются, эти продукты везены в Японию уже в готовом виде, сделаны в Европе, европейский ExxonMobil, но не только европейский, и азиатский тоже, из Сингапура тоже, они возят готовые продукты, и там уже на заводе Akayami просто переупаковывают свои металлические четырехлитровые банки, которые в Японии очень популярны, там Castrol сам популярен среди вот суперменджеров, но все-таки Mobil на втором месте однозначно находится, и Mobil продается там тоже везде, во всех магазинах, и Охата, и Абгараж, и James Carton, и, что еще мы, в Автобаксе, вот, так как-то так, то есть ExxonMobil, да, везде во всех странах, он будет одинаковый, одного и того же качества, и бояться этого не стоит вообще, в зависимости от того, в какой стране он сделан, он будет одного и того же уровня. Про линейки разные, про отличия, вот мы с Castrol тоже коснулись, да, у нас есть Castrol японский, мы возим его из Японии, Castrol японский, металлическая четырехлитровая канистра Edge линейки, там есть спецификации, указанные на упаковке, ну, IP максимум, да, Yosaki, Ase, там, по-моему, в одном продукте только есть, и то какой-то самый, A3-B4, какой-то самый такой простейший допуск на Edge. С чем это связано? Я уже это объяснял неоднократно, в Японии Ase, стандарт, на него вообще никто не ориентируется, вообще никто не ориентируется, его даже не смотрят на него там практически никогда, для них основные читаемые стандарты это, ну, IP, само собой разумеется, Yosaki, поэтому парадоксальная ситуация, несмотря на то, что продукты Edge, которые там производятся в Японии, Edge, LL, и так далее, все тоже дед Титанио, все эти бля-бля-бля, там все эти маркетинговые вещи, он одинаковый с европейским, то же самое Edge, тот же самый продукт, но он маркируется, и спецификации на нем указаны, отличные от европейского, потому что он сделан для внутреннего японского рынка, это такой скользкий вопрос, сейчас начнут там, типа там, как это так могут, там, Yosaki, там, здесь Ase, там, как это все между собой коррелируется, там, как это так можно, может так быть, блин, вы поймете меня, что, то есть, это, как бы это сделано для того, чтобы продавать, чтобы продавать в Японии, понимаете, в Японии здесь напишется Ase, там, Seedua, или там, что-нибудь такое подобное, и поймет, что это такое, что написано, что за Ase такая, вот там все ориентируются именно на свои известные всем стандарты, для них, которые удобны, читаемые, бывает такое, да, так есть, что еще, про другие бренды, более такие слабенькие, более неизвестные, и так далее, там ситуация иная, потому что супермейджеры, нефтедобывающие корпорации полного цикла, которые занимаются всем, начиная от добычи, добычи, как ему удобно, для транспортировки, до производства, и так далее, переработки, они имеют возможность это все локально перемещать, еще раз напомню, по всем, по всему миру, глобально вернее, локально, глобально перемещать, структуры более мелкие, которые производят такие небольшие бренды, и так далее, они этого не могут делать, конечно, поэтому, например, просто так приведу пример, чтобы вы понимали, Матюль. Я отношусь к Матюль абсолютно нормально, для меня, Матюль бренд довеляется переоцененный по деньгам, однозначно, 100% переоцененный, с точки зрения маркетинга, потому что очень много они вкладывают именно в маркетинг, именно в стоимость товара, итоговая, это процентов 30-40, а то и 50 маркетинга, но продукты хорошие, я абсолютно никакие претензии к качеству Матюля не имею вообще, от слова вообще, продукты очень качественные. Так вот, Матюль в Японии, к примеру, Матюль в Японии делается по лицензии, он там производится, кстати, кто его делает, что-то я вообще вылетел из головы, ну, либо Чугая, скорее всего, делает его, возможно, либо кто-то издымится, аффилированная структура, хотя вряд ли, но, в общем, я потом узнаю, а про это у меня где-то было записано, не важно, он Матюль в Японии продается, тоже присутствует в сетевых магазинах различных, но никакого отношения базовые масла, которые используют, например, в Европе для производства Матюль, к тем базам, которые используются в Японии, в Японии, скорее всего, это локальная база, либо Энеос, я так полагаю, либо эта база, возможно, из азиатских стран, каких-либо, сто процентов, потому что там рядом, во-первых, Вьетнам, где у них есть завод свой, вот, и так далее, поэтому думаю, что базы там разные, но иметь сюда, опять же, та же самая ситуация, контроль качества наверняка, там есть на этих заводах, например, здесь они делают на чугая, что вполне возможно, чугая это блендерный завод в Японии, который находится, который много чего делает, вот, там контроль качества очень неплохо, то есть, там есть и входящий, и промежуточный контроль, и контроль исходящего сырья, готового сырья, готового продукта, вернее, поэтому они базы, конечно, проверяют, но базы могут быть разные, а пакеты присадок тоже могут быть разные. Матюль, видите, он так сильно не привязан к пакетам, потому что, ну, собственно говоря, у них такой больше связанный именно с маркетинговым направлением, и, там, не суть важно, идентичное соответствие компонентов в разных странах. Если у Мобилла все это глобально, глобально, прямо вот реально глобально, на самом деле, то у Матюля нет, у него там более локальный подход. В принципе, подход Матюль к Мату, как многие говорят, не нравится, когда говорю Матюль почему-то, Матулы, вот, у них подход более такой локальный, они подстраивают под внутренние рынки, и молодцы, вот, в плане Матюля, в плане маркетинга Матюля вообще просто вот красавцы, реально, они везде залезли там четко во все спортивные и так далее вещи, вот, красавцы. Матюля даже больше питает, наверное, позитивные чувства, скорее всего, чем нейтральные. Вот, у них немножко по-разному могут быть масла выглядеть, по составу могут быть маленько разные, в силу того, что у них нет такой глобализации. Ну, в общем, вы поняли, да, тему саму, то есть, где бы продукт не был сделан, если это продукт от крупного бренда, он везде будет абсолютно одинаково по качеству, и бояться того, что сделан продукт, например, в том же Китае и так далее, нет никакого смысла. Слухи, давайте к слухам перейдем. Турция, что в Турции делают продукты из отработки и т.д. и т.п. Еще раз, смотрите, в Турции, завод, как сам Мобил, два завода, один из завода возьмем. Базовые масла для производства продуктов уровня Мобил-1 и так далее, они даже их не везут в Турцию, они готовые продукты уже везут в Турцию, то есть, продукты в Турции, которые продаются, Мобил-1 линейки, все абсолютно, без исключения, вообще без исключения, в том числе и Далваки, они все везутся уже в готовом виде, в еврокубах, и еврокубов в Турции просто переливаются, поэтому у людей многих путаница на задней упаковке турецкого продукта, например Мобил-1, сделано в Турции и тут же на этикетке отклеивающейся, вернее Турция написано, а сделано в Европе, люди, как в Европе сделана Турция, куда смотреть-то, потому что указано место производства продукта самого и указано место, где продукт был расфасован, где был произведен, как-то по факту произведен продукт считается, когда он уже упакованный, уже товарный вид имеет, пока он еще веет, это еще сырье, поэтому сделан продукт готовый в Европе, расфасован в Турции, так надо правильно читать эту тему, то же самое касается и многих других стран. В Турции делаются недорогие эксамобиловские продукты, ну как недорогие, в рамках бренда, типа те же самые там галлаки дешевые, там МХ, ДТЕшки там и так далее, но это делается все опять же из того сырья, который для этого необходим, из базы той, которая проверяется сто раз по качеству и все это нормально, абсолютно, поэтому пугаться эксамобиловские продукты, сделанные в Турции точно не стоит сто процентов, гарантированно. Того же самое касается и из Китая. Китай, слухи по Китае очень, вообще меня всегда смешили, то что там китайские присадки все используют и так далее, для производства таких продуктов, типа там Мобил, ШВА. Нет, конечно не используйте только китайские присадки, во-первых, там я уже перечислил, у них там есть совместность инопек, предприятие Инфениум, которое делает там присадки, а и конечно же там есть логистика хорошо налажена, поэтому никакие супермейджеры в Китае, ни Мобил, ни ШЕУ, которые тоже есть свои заводы в Китае, ни БП, которые тоже есть свои заводы в Китае, никогда конечно же они конечно же не используют присадки китайские, ни Ричфул, ни Бетхим, они их не покупают и даже для самых недорогих продуктов нет, такого не происходит, это чушь полнейшая, кто вам про это расскажет, это какие-то брехоны, никто этого делать не будет. Сами китайцы, для многих своих продуктов китайских, у меня кстати было такое видео, на чем едет сами китайцы, я ссылочку размечу тоже, сами китайцы для своего производства, собственного, своего блэддинга, они часто используют, чаще гораздо используют продукты пакета присадок от Инфениума Бризула, либо Аранайт, чем собственные производства, хотя последние годы, да, на самом деле есть тенденция в сторону увеличения поставок именно китайских пакетных предложений для блэддинга в Китае есть, да, но вот скоро, блин, сейчас попытаемся договориться, все-таки поедем туда, ближе к теме и поговорим, у меня вот есть такая тема, там очень хорошая, встретиться именно с представителями пакетных присадок, там, производителями, есть возможность такая, вернее, ну, не знают, как они пойдут, на встречу не пойдут, надо пообщаться, в общем, это так, еще очень немаловажный вопрос, я уже, наверное, наговорил кучу вещей, запутал, наверное, многих, но очень важный вопрос, который тоже нужно затронуть, это технологии, технологии производства, технологичные масла, к ним относятся, например, у того же Эксон Мобилу относятся продукты Мобил-1 всей линейки, у Шилла, ну, соответственно, это, там, GTL базе, HX8, там, Ультра, у Кострула H, например, там, да, и так далее, то есть высокотехнологичные продукты, которые в себе содержат дорогостоящие сложные компоненты. Есть такая теория и, ну, типа, заговора такого, да, мирового, я больше к ней склонен ей верить, о том, что крупнейшие американские, европейские, английские производители технологии свои стараются налево-направо не раздавать, то есть они стараются ограничить своих локальных представителей в других регионах только основными технологиями для производства и не дают им заниматься плотно именно сложными и высокотехнологичными продуктами самостоятельно, не дают сделать им возможность полностью наладить цикл производства высокотехнологичных продуктов, где-то какие-то компоненты они все равно им поставляют со своей стороны и не дают им их производить самостоятельно, в том числе и отделение, например, того же самого Infinium, да, совместно с Sinopek, они не дают делать все пакеты в Китае и это тоже достоверный факт, то есть некоторые пакеты там суперсложенные, они делаются именно конкретно в Англии, например, вот, к примеру, да, но не делаются в Китае, поэтому и то же самое касается и, ну, соответственно, и блэдинга, поэтому еще зачастую они не дают им делать полный цикл варки из-за того, что просто, дорогих продуктов из-за того, что просто боятся, чтобы те не слезали от технологии. Китайцы, они очень любят слезовые технологии, в этом плане, конечно, равных Китаю нет точно, но они уже это сделали, я сто процентов уверен, что китайцы, но если не все, то практически все, что касается полного цикла по производству пакетов присадок, полного цикла по производству супердорогих, супернавороченных продуктов, они все это уже знают, просто вопрос в том, что китайцы они тоже зарабатывают деньги на всем, да, иногда им просто невыгодно это все реализовывать в плане производства итогового, они может еще ограничиваться тем, что просто им просто выгодно сейчас работать, но если будет отрезано, они от, сейчас в связи с санкциями, с этой вот борьбой технологии, этими ограничениями, да, США, Китай, если что-то будет происходить такое, да, вот прям занавес какой-то, да, то они справятся сами, вот прям бабки не ходили, сто процентов, вот они с этим всем справятся, сто процентов абсолютно, просто некоторое время может быть займет там перестройка небольшая. С вами Антон Воронков, это наверное было самое долгое видео из всех, которые делал в этом году, всем пока.